Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Сегодня в рубрике «Пробуем на вкус» мы посмотрим игру под названием Space Rogue. Она является клоном FTL, Faster Than Light, но в 3D, скажем так. Добавляет ли она что-то от себя, улучшает ли она изначальную механику FTL, я не знаю. Но корневая механика игры именно такая, мы управляем кораблем, на котором есть экипаж и различные комнаты, и путешествуем по рандомно генерируемым процедурно-локациям, где могут происходить события, могут происходить сражения и тому подобное. Игра находится в режиме раннего доступа Early Access в Steam уже достаточно давно, я достаточно давно за ней слежу, ну, как слежу, так, на полшишечки поглядываю периодически. Вот, и поскольку сейчас летняя распродажа в Steam, я решил ее купить и посмотреть в итоге. Так, давайте просто с вами пройдем обучение для начала, потому что я его начал, но не закончил. Вот, в принципе, там вроде бы ничего отличающегося от FTL не было, но нужно понять, на самом деле. Есть ли хотя бы какие-то различия? Обычная разведывательная миссия? Плевое дело даже для новичка, говорили они. Но из-за ошибки в расчетах киперпрыжка, ваш хрупкий корабль оказался посреди опасного пиратского сектора. Похоже, вам придется учиться космическому выжиманию в самых естественных условиях. Потрясающе. Ваше появление тут уже наверняка заметили пираты, самое время заметать следы. Перелетите в соседнюю звездную систему. Чпок, перелетел. Игра выполнена в таком стиле, больше похожем на космических рейнджеров, но при этом по механике к космическим рейнджерам никакого отношения не имеет. Вы нашли остатки торгового корабля, кому-то явно не повезло. Среди опломков сканер выделяет нетронутый контейнер. Странно, что кто-то оставил его здесь, но пропускать такую находку было бы неразумно. Окей, человек, инженер первого уровня присоединился, и Чакс, воин пятого уровня присоединился к нам. И учебный лазер. Окей. Чувак пошел сразу какие-то кнопки нажимать. Инженер воин, которых вы спасли, наверняка пригодится в скором будущем. Но пока давайте оснастим корабль новым оружием. Трюм. Лазер. Чпок. Надо сказать ребятам-разработчикам, что такая вот схема затемнять экран и делать активно только определенную область, она уже давным-давно устарела, и вызывает скорее отторжение, нежели приятие такого рода туториала. Обратите внимание, что кнопка гиперпрыжка активна. Если двигатель вашего корабля сломан или перезаряжается после очередного прыжка, то уйти в гиперпространство вы не сможете. Пора двигаться дальше. Приключитесь на карту сектора. Ок. Едем дальше. Вы выходите из гипера рядом с кораблем пиратов. Его капитан выходит на связь. А я-то все гадаю, где ждет залетный гость, о котором все говорят. А вот и он. Приготовиться. Ок. Смелли. Эй, меня стреляют. Бой только начался, а системы вашего корабля уже сильно повреждены. Но не волнуйтесь, в экипаже есть инженер, который быстро все исправит. Ок. Сюда давай. Да, корабль выглядит как, я не знаю, ретро-футуристический, скажем так. Отлично, щит теперь перезаряжается. В бой. Вы можете использовать для прицельной мини-изображения вражеского корабля в правом части экрана. Но пока попробуйте переключить камеру на вражеский корабль. А тут даже вот так вот есть, да? Так. Стрелять в щит. Пил-пил-пил, сволочь. Чувак, сбежал. Так, щит уничтожен. Теперь мы лишим этого пирата возможности кусаться. Чужаки на борту. Ох, этот пират решил сражаться до последнего. Он телепортировал вашу шурмяка на борт вашего корабля. У меня есть какая-то непонятная хрень, которая его убила. Оп-оп, сколько у него там ног. Я же представить боюсь. Укур, раса Чакс. Короче, воин, да? Такой. Используйте боевой картридж, чтобы временно увеличить урон, наносимый вашим оружием. Авто. Ладно, пусть авто будет. Бэм-бэм-бэм. Все, развалился. Видите, механика абсолютно пока что выглядит как в FTL. Просканировать обломки корабля. Деньги и опыт. Так, прыжок. Двигаем дальше. Запустить шахкорский дрон с 20 кредитов сразу же после прыжка в несколько раз сканировать систему. Сканер засекает месторожение Тританиума. Месторождение. Ну, допустим. Так. Количество добытого ресурса. Вы можете прекратить добычу в любой момент и забрать уже найденную руду. Если в процессе болезни вы наклеиваете на три участка нестабильной руды, все месторожение генея будет уничтожено. Выбирайте участки для добычи самого ценного ресурса галактики Тританиума и Руды. Цвет участка указывает на риск неудач при бурении. Количество попыток. Принято. Ну, допустим. Судя по зеленому цвету, да, ловушки здесь не предвидится. Тританиум добываемый на планетах используется для улучшения вашего корабля. И у вас как раз достаточно ресурсов для этого. Отлично. Корабель. Системы. Корпус. Улучшить. Это как-то визуально отображается на корабле, нет? Ясно. Тут нам показали, как добывать. У такой механики FPL точно не было. Нужна ли она в Roguelike игре, не очень понятно. Вы вышли из гиперпрыжка рядом с другим кораблем. На экране связи появляется испуганное лицо его капитана. Не атакуйте нас. Знаем, что за пролет через ваш сектор полагается оплата. Вот, пожалуйста, примите. Объяснить, что вы не пират, предложите взять деньги. Давайте объясним, что вы не пираты. Ваш собеседник настолько испуган, что даже не слышит, что вы говорите. Он все-таки перечисляет вам деньги и избегает. Ну ладно. Что ж, лишние деньги никогда не помешают. Пора двигаться дальше. Ого. Градская база трофей. Первым делом стоит позаботиться о ремонте корабля. Починить. Так. Вы можете купить дополнительное оружие, боевые картриджи, титаниум или пополнить экипаж. Когда будете готовы, нажмите кнопку закрыть в правом верхнем углу окна. Давайте купим пушку. И купим экипаж. Воин или инженер. То нам нужно. Воин нам особо не нужен, наверное. Пусть будет инженер. У меня, смотрю, денег много. Где мои деньги, кстати говоря? Не вижу их. Ага, вот. Так, накупим три таневые. Хотя одна единица. Что-то как-то. На ракеты мне не хватит. Плохо, что не отображается здесь, что я не могу купить на данные. На свои деньги не могу купить вот то, что предлагает. Если бы они красненьким отмечали цену, было бы лучше. Я сейчас ничего особо купить не могу, поэтому... А я могу пушку-то поставить свою? Во время гиперпрыжка ваш корабль попал в зону гипертурбулентности. Система регенерации кислорода вышла из строя, добавок в корпусе обнаружено пробоина. От перегрузки некоторое оборудование воспламенилось. На борту пожар. Так, а тут есть активная пауза? Было бы неплохо, на самом деле. Ясно. Я вот этого не могу трогать, он тоже же есть. Ясно. Управление у меня отобрали пока что. Ну, допустим. Вы справились, корабль снова в порядке. У вас перехватывает пиратский корабль. Кажется, гости с нашего сектора хотят улететь, не попрощавшись. Нехорошо. Пират начинает атаку. Еще один пират. Но уже достаточно опытный, чтобы справиться. Здесь есть пауза. Это плохо. Так, где у него оружие? Пил, пил, пил. Пил. Подожди, не надо мне авто. Давай мы ему что-нибудь сломаем. Ой. Подожди, мне воин нужен. Воин у пяточки. Плохо, что здесь нет паузы. Потому что пауза очень сильно спасала их тело, когда нужно было раздавать приказы. А, нет, она все-таки есть пауза. Хорошо. У меня пилота нет, я так понимаю, да? Ломай ему дверитель. Вали его на бок, ломай ему двигатель. Блин, надо было дронов ломать, да? Сейчас мы этого добьем, мудака. Просканировать обломки. Какие-то вещи взяли к выходу из сектора. Но у нас пока очень сильно отнимают управление, поэтому приходится. Хорошо, обучение пройдено. В принципе, каких-то крупных отличий от FTL я не обнаружил. Давайте попробуем поиграть самостоятельно. Спящую грузу. Непримечательная работенка охотника за головами превращается в захватывающее галактическое приключение. А у нас есть выбор из кораблей? Нет, они закрыты. Поэтому полетим на стандартном. Так, сигнал интеркома отвлекает от нас от мрачных раздумий о финансовых трудностях, неизменно преследующих каждого начинающего юриста. Командир, мы получили контракт на устранение пиратского корабля. Возьмемся. Выяснить, кто заказчик. Запрос поступил от анонимного заказчика. В принципе, чего удивительно. Большинство подобных контрактов содержат лишь минимум необходимые детали. Ну, допустим, я согласился. Обычно его предпочитают не заниматься охотой за головами. Слишком грязно и хлопотно. Но деньги ей сейчас нужны как никогда. Получить координат последнего местонахождения пирата. И че, где он? А где я? Сюда, да? Какое-то солнце. Опасное излучение. Но нам вариантов-то нет. Комп приближается боевой корабль Фронтира. Глуб колонии людей, не признающих власть Федерации. Корабль принимает вас за легкую добычу. Вот скотина. Так, пауза. Кто у нас? Это же инженеры только, да? А, класс капитан. Эффективность отсек, в котором находится. Понял. И к оружию тогда. Инженер. Какие-то тут получились профессии у этих людей. И если в FTL чувак мог как бы помогать усиливать отсек, да? Независимо от своей профессии. То здесь что-то какая-то странность. Кто у него там имеется? Какие-то два чудика. Какие-то два чудика. У него счета даже нет. Так-то. Бэм. Так, что-то у меня происходит. Ой, сражение какое-то. Япона мать. Рукопашку тут. Бэм. Ваш корабль сломался. Что вы будете делать дальше, мудаки? Так, просканировать обломки, поджог, вызывать пожар. Неплохая вещь, что-то говоря. В крайней мере, у FTL было. Пойдем лечиться. Это реле. Большая сложность. Обнаружен тританиум. Допустим, попробуем побурить. Упс. Квал ценностью 9 кредитов. Что это? Ясно, короче. Нихера я не нашел. 7 повреждений корпуса. Потрясающе. Больше бурить я не буду, я чувствую. Капитан. Но он ничего не делает, он ничего не управляет, получается, да? У меня 6 тританиума. Лучший двигатель. Наверное, поможет, не знаю. Поджог. 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 Давайте поставим поджог сюда. Не хватает энергии. Так, если я уберу. Ах. Ясно, понятно. Ясно, понятно. А где вот это вот распределение энергии? На автомобиль похож корабль. Так себе дизайн, если честно. Вот это наша энергия. Понятно. Ладно. Прыгаем тогда дальше. Вы получаете сигнал СОС с ближайшей планеты. Сигнал очень слабый и постоянно прерывается. Автоматический тюремный транспорт 2014. Управление лавовое озеро. Помощь эвакуацией. Вы действительно находите небольшой тюремный транспортный корабль. Автомат. Он крайне неудачно руку на склон вулкана. Почти что с центра лавового озера. Корабль сильно поврежден и медленно погружается в лаву. Большая часть камер пусты, но две крепко закрыты. У вас хватит времени, чтобы спасти только одного заключенного. Давай первую камеру. Кто-то отчаянно колотит дверь с другой стороны. Вы слышите при глушенном ругане и какое-то речание. Открыть камеру. Наконец-то. Я уже думал, конец. Камера была воин Чакс. Он хочет оплатить за спасение, сражаясь на вашей стороне. Понял вас. Теперь у меня два воина. Пячечки. Так, распределим. Ребят, чтобы самые важные системы были под охраной и с инженером. Материоритный шторм. Не хочу в него влетать. Какая-то газовая планета. Кам приближается корабль О'Клана. Вы уже готовитесь к очередной претензии с их стороны, но жрицы О'Кланова неожиданно в хорошем настроении. Каза сегодня один из главных религиозных праздников их расы. Корабль выбрасывает в вашу сторону, контейнер подарок и уходит в гиперпрыжок. Спасибо. Очень рад. Какая-то развалистая планета. Давайте сгоняем ради интереса сюда. Так, кам приближается корабль Роботорговцев. Сегодня скидки. Не желаешь прикупить кого-нибудь с наглой успешкой интересуется он? Напасть! Ненавижу Роботорговцев. Так, жахнем ракетами сразу по щиту. И фокусированным выстрелом по оружию. Получи! Продолжаем огонь. Так, они оружие починили, вот черти. Бэм! Сдохни, скотина. Так, еще один воин. Воин у печечки. Мы его захерачим тогда, наверное, вот сюда. Может быть, двоих воинов посылать телепортацию к врагу и унижать их. Хрен его знает. Взяли контракт. Поехали сюда тогда. Ой, там кто-то летает. Так, выйдите с прыжка и быстро засекаете нужный вам пиратский корабль, который атакует громадный кастический монстр. Еще немного он разведется свою добычу на вклочья. И че? Мне нахера этот монстр? Если я его... Если я пират на борту, то уничтожить мозг. Накладывает различные эффекты. Давайте стрельнем в мозг. Добить мозг надо. Ау! Так, че там у меня? Дрон и поломка отсека. Пусть чинят. Оружие сломали, черт. Нихера себе! Че так больно-то? О-о-о! Офигеть! По-моему, меня сейчас разорвут. А-а-а! Жестокость! Меня сейчас убьют. Как бы вариантов нет. Бред. Все. Бам! А что за бред? Ну ладно. Я даже первую эвакацию не прошел. Смешно. Поехали. По-моему, как-то слишком уж сложно. Космические монстры, блин. Мне еще не хватало космических монстров. Так, вы с командой заглянули в клуб на попутной космической станции. Симпатичные промоутеры предлагают пробовать новый коктейль Галактикс, а также обещают небольшой приз. Пробуем. Ошибает вас ног, все. Ну, вас ограбили. Понятно. Пидоры. Гиперврата. Корабль роботов. Гиперврата. Что за роботы? Непонятно. Так. Какой-то враг, в общем. Кинетическая бомба. У меня вроде все в щит пришлось, да? Так. Он у меня стреляет. Как он может вообще? Бэм. Так. Так, у меня сломался оружие, да? Сломался оружие. Это плохо. Пока. Так, вы пролетаете недалеко от крупного пояса астероидов. Сканер засекает какой-то крупный объект, который движется среди астероидов по направлению к вам. Это магнопод. Огромный космический монстр. Японом, отвалим отсюда нахер. Отлично. Бурить. Конечно. Хорошо. Хотя бы три. Три надыбыли уже хорошо. Так, чем можно проапгрейдить? Чит, наверное. Потом движок. И больше денег у нас нет. Поехали дальше. Так, сема оповещения внезапно ревет абиологическую грузь на борту. Вы бросаетесь в райачем дело. Чуть дома выворачивайте, а спрогнувшего на вас Плеркса. Туй-ка. О, на мать. Он не умеет тушить пожар? Хереть. Кажется, я сейчас умру. Какие-то твари, они спавнятся и продолжают. Ничего себе! Чужие, блин, атакуют мой корабль. Это еще законно, нет? Кстати, в отличие от FTL, я не умею здесь открывать двери в космос, шлюзы, чтобы провентилировать систему. А смотрите, остатки пляксов. Отлично. Так. Бурить. Еще такое. Внезапный выстрел наземной пушки уничтожает и пущеный дрон. Сразу же после этого вы получаете запрос по каналу связи. Ответь. С вами говорит командир небольшого форпоста. Как вы понимаете, добычная скопаемость запрещена. Но мы могли бы продать вам немного ресурсов. Купить. Продолжить. Пассироиды с пляксами. Больше не надо. Вот это вот мне. Решили проверить запас тритания на борту корабля. Удивительный национал минералов в трюме казалось куда больше, чем вы думали. Кто бы мог подумать? В смысле? Он сам там родился у меня? Это тибериум? Ой. Что тут все плохо? Бе-е-е. Отстой. Ксыл. Так, вас нагоняет корабль роботов. Вы были уверены, что они, как обычно, полезли в драку. Но нет. Наш алгоритм азартности требует партию в счет. Правда, мы бедные роботы-революционеры. Спрашивались бы мне деньгами, а награбленные добычей. Напомнить правила игры. Все очень просто. Вот вы загадаете числа. Четное и нечетное. И компьютер выбирает случайное число. Если вы пишете число в соответствии с загаданом вами, типа, вы забираете выигрыш. Если нет, то ваша составка загорает. Вы проиграли. Ну, допустим. Четное. Вы выиграли. Отлично. Протобластер. Бурить. Ок. Набурил. Так, что у нас там? Ой. По кораблю, подожди. Корабель. Можно ли его проапгрейдить? А я могу больше оружия брать с собой? Макс слотов 2. Угу. Этим, нужно еще лучше, чтобы больше было оружия на борту. Ну, ладно. Ой, тут что-то какая-то хрень летает. Так. Кейпаж вам всех кораблей был разослан бесплатный видеокурс по работе с оружейной системой. Проказируется увеличение урона от всех видов оружия на 30%. Все изменения будут длиться 8 прыжков. I have no idea. Что это? Вы проводили стандартную сверху параметров после прыжка, как вдруг на капитанском мостике из ниоткуда появилась загадочная пульсирующая светом летающая сфера. Попытаться говорить. Сфера отзывается на вашу слота, усиленная пульсация. Затем остраяется в воздухе без следа. Беда. Серьезно? Ваш дрон под палушку, потеряли 16 кредитов. Потрясающе, вообще, неплохо. Поработал невероятно просто. Угу. Опять тот монстр. Да блин, мне нечему увалить так-то. Ого, оторвало ему руку. Пил, пил, пил. Враг использовал мозг, неуязвимость. Потрясающе. Он же неуязвимый, зачем стреляешь? Идиот. Так, что там у меня? Все очень плохо. Кислород. А, щиты. Плохо. Иди чинищ, ты. Ай. Боль делает. Короче, меня опять сейчас развалят, потому что через чушку это жесткая игра. В плане сложности. Я все еще щиты не могу починить, да? Блин, нахер дроны, чини щиты. Сейчас меня убьют. Пока рука. Получи пахаре. Так, что у меня там происходит? Переодчинить. Переодчинить. Летающая креветка. Все, он сдох. Встречу с этим невероятным гадом вы забудете нескоро. Пока вы сражались с вашей изначальной целью, естественно, пыталась улизнуть. Но поврежденный двигатель, который я не позволил уйти. Бипер прыжок. Стоит не стрелять. И на крайней связи появляется перепачка на сажилийцо. В нем видны отблески огня. Видать ситуацию на борту критическую. У меня к вам выдохновенное встречное предложение. Насколько выгодное? Я агент галактического совета. Награда за мою голову не случайна. Меня хотят быстро избавиться, чтобы подлец Кайл Алтар сбежал. Кайл Алтар? Это еще кто? Кайл компьютерный инженер с земли. Настоящий фанатик. Занимается запрещенными и очень опасными экспериментами с искусственным интеллектом. Кайла надо взять живьем. Его корабль и лаборатория где-то напредалеку. Мой корабль едва не разваливается на части. А Кайла упустить никак нельзя. По-моему, подходящая работа для охотника за головами. Я готов даже выплатить аванс. А ладно. Агент передает координат системы, где был замечен Кайл Алтар. Справитесь, и Галактический совет будет вам очень обязан. Ничего не обещаю, но постараюсь. Мне бы подчиниться, вообще говоря. Здесь есть где-нибудь починка? Я хоть туда прилетел-то, не? Ага, сюда. Вот здесь где-нибудь... Магазины там, вот это вот все. Мне очень плохо. Ой. Можно обратно, оказывается, вернуться. Ок. Ничего себе. Ну, в отличие от FTL, тут за нами, судя по всему, не летят корабли повстанцев. Так. На одной из лун сканер обнаруживает одинокого чакса. Что он там делает? На этом беждинном куске камня. Высадится. Наверное, хоть вы находите небольшого чакса воорудована для жилья пещеры. Я Грут. Приветствует он вас. А я МакГрут. Я ловился слабым. Ошибка в генах, объясняет Грут. Дорога в армию у меня закрыта. Никто из самых даже не спорит на меня. Я решил жить тут один. Все равно я изгой. Убедить Груда, что он отличный боец. Предложив не сразиться с вашим бойцом. Он должен не заметно поддаться Груду. Я замер, пока ваш боец поддался. Грустно сообщает Чак. С вашей попыткой преобладелить меня оскорбительно. Убирайтесь. Понятно. Не судьба, значит. Чувак. Опасное излучение. Материалитный шторм. Короче, тут везде весело. В возле точки прыжка вы видите нейтральный корабль. Пробуйте выяснить его ID. Сужил неопознанного корабля. Вдруг улетает абордажная команда. Сволочь. Адилабайт меня. Ни хера, они меня сейчас корабль развалят. Тупо. Мракобесы. Все. Психи, блин. Тупо. Ясно, короче. Такая вот, в общем-то, игра. Че? Можно сложность настраивать. Вы открыли возможность вручную настраивать игровую галактику. Теперь вы сможете регулировать ее параметры и подстраивать под себя общую сложность игры. Примите внимание, вы получаете больше очков и открываете новые награды, быстрее играя на повышенной сложности. Ясно. Ну, в общем, серьезных отличий, как я ожидал, от FTL я не обнаружил Местами тут, конечно, есть некоторые моменты Плюс за вами не гонится флот повстанцев Что в оригинальной игре FTL накладывало определенные ограничения на нахождение в секторе Тут в секторе можно туда-сюда еще и мотаться через гиперворота Получается, что здесь, в принципе, временных ограничений не имеется Не только и ограничения на скилл, прохождение вот этих вот всяких ивентов боевых и подобных Плюс игра на русском языке Что, в принципе, делает ее более воспринимаемым для нашего населения В принципе, можно посмотреть Не знаю, что-то как-то особо меня не увлекло, если честно Как-то FTL, что ли, он пободрее, на мой взгляд, был по динамике Больше микроменеджмента требовалось Как-то быстрее развивалась игра, что ли Тут как-то все вяло Я не знаю почему У кого-то у меня сложилось ощущение Вот, ну я думаю, на этом закончу С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте Приходите смотреть еще Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok